что нам делать если у нас закончилось вот это и вот это чем помыть нашу прекрасную посуду которую мы любим и так я нашел несколько способов уникальный способ мытья посуды без моющих средств конечно же это хозяйственная именно хозяйственная я надеюсь оно у вас все-таки есть если вас нет соды если у вас нет горчицы если у вас нет уксуса мыло то хозяйственное у вас есть это очень старинный проверенный способ которым пользовались наши бабушки можно натереть тряпочку этим мыло можно натереть руку в принципе мыло отлично очищает любую посуду от жира от загрязнений дезинфицирует убирает плесень и так далее то есть мы прекрасно временно можем воспользоваться хозяйственным мылом для мытья нашей посуды и так если у вас имеется какая-то обувь с белой или почти белой кремовой подошвой и от того что вы ходили по улице на ней образовывается темный серый налет то есть она уже кажется грязной и просто ее отмыть водичкой не получается вам поможет просто зубная паста возьмите отдельно тряпочку чуть-чуть немножечко ее смочите чтобы она была вовка нанесите зубную пасту и осторожно если вам надо боковую поверхность осторожно боковую поверхность чтобы не сильно повредил кожу начинаете просто на обуви растирать каблуки растирайте конечно они должны быть пластмассовые они тканевые какие-то покрытые тканью то есть они будут должны быть пластмассовые и вы начинаете полностью хорошо их как бы натирать вся грязь которая и серый налет который скопился на белой подошве и которая очень сильно бросается в глаза теперь будет полностью переходить в тряпочку потом вы можете перевернуть ее и уже сухой тряпочкой хорошо натереть боковинку и каблучок обуви если этого будет недостаточно один раз возьмите второй раз нанесите нанесите еще на другой слой тряпочки еще раз пасту и второй раз можете также сама натереть полностью растереть хорошо каблучок и боковушечку подошвы и тогда уже по третьему заходу чистой тряпочкой сухой хорошо просто натираете уже чистенькую подошву и боковую часть подошвы как устранить неприятный запах на кухне который может образоваться от жарки особенно мясных и жирных каких-то блюд от жарки например картофеля запах образуется дальше что-то у вас сбежало что-то сгорело неважно образуется у вас какой-то неприятный запах и он стоит вы проветрили а запах стоит что в такой ситуации можно быстро сделать берем маленькую кастрюльку любую малюсенькую от полу литра до литра желательно если нет такой кастрюль любую кастрюльку и наливаем туда пол литра воды берем выдавливаем туда желательно побольше побольше сока лимона свежего сока лимона и добавляем примерно 5 маленьких вот этих веточек гвоздики приправа гвоздики продается таких малюсеньких веточках кидаем туда и кипятим этот раствор берем просто включаем газ нагреваем до кипения и осторожно кипятим его желательно кипятить примерно полчаса крышку нет не закрывать чтобы вот этот фар летал как бы по кухне такой нехитрый способ обязательно избавит вашу кухню от неприятного запаха многие из вас сталкивались с такой проблемой при долгом эксплуатации долго эксплуатации стиральной машины в ней может образовываться неприятный запах это происходит потому что на стенках трубочек а также поддона оседают различные органические остатки и там собираются шлакуются и наполняют поддон или трубочки для профилактики подойдет отличное средство и так наша пищевая сода возьмите вместо порошка насыпьте в приемник для стиральной машины для порошка нашу пищевую соду если запах не очень сильный и машинка не очень старая то хватит пол чашки нашей соды если вы давным давно это не делали то может подойти и чашка соды или одна пачка засыпьте туда также просыпьте везде на барабан в середине и так далее полностью рассыпьте соду ну а также добавьте ее в приемник для стирального порошка закройте машинку и поставьте ее на стирку желательно на первый второй режим чтобы она подольше в течение часа погоняла эту соду по вашей стиральной машинке и все потом вода спускается запахи и различные органические отложения будут постепенно уходить особенно если вы такую профилактику будете делать каждые 2-3 месяца для своей машинки этим же способом можно незначительно чистить и тены машинки но так как мы чистим машинку от нашего запаха и тены в этом случае тоже чистятся не забывайте об этом и обязательно используйте эту фишку для вашего дома очередная фишка смочите тампон любым ароматным маслом можно масло лаванды любое хвойное масло которое продается везде в аптеках смочите этим маслом пару капелек 2-3 можно 4 капельки тампон или кусочек марлечки и включайте пылесос марлечка всасывается оседает в мешке и за счет циркуляции воздуха квартира наполнится любимым вашим ароматом подписывайтесь ставьте лайки задавайте вопросы отвечу каждому до встречи на моем канале всем удачи и мир вашему дому кто ну открыл Sauce и у у у Продолжение следует...